Работа власти Славянского района строится, опираясь на потребности жителей. Потому что основная задача, которая стоит перед администрацией, это создание комфортных условий для всех славянцев. Для того, чтобы знать проблемы, которые волнуют жителей города и поселений, глава района совместно со специалистами администрации регулярно проводит сходы граждан. На днях он встретился с жителями южного округа города. Во время общения глава района рассказал славянцам об основных направлениях работы районной власти, в числе которых поддержка спортивных учреждений и развитие спорта шаговой доступности. В частности, в прошлом году на территории школы номер 16, где проходила встреча, оборудована многофункциональная спортивная площадка с зоной уличных тренажёров. Здесь занимаются спортом и ученики, и жители округа. Новый облик приобретают учреждения здравоохранения. Выполнен большой объём работ по благоустройству городской территории. Установлены новые детские площадки и малые архитектурные формы. По программе формирования комфортной среды завершено благоустройство «Аллеи любви». Сделан тротуар из плитки на улице Красной от Краснодарской до Стаханова. А сейчас работы ведутся на улице Ковтюха. В планах приступить к реконструкции Северного парка. Впервые за долгие годы в городе построена новая школа. Таких объектов социальных мне не приходилось ещё строить. Чтобы вы понимали, 16 тысяч квадратных метров здания непосредственно школы. Три этажа. Там тоже два больших спортивных зала внутри, большой ахтовый зал. Очень серьёзный пищеблок, хорошая столовая. Есть возможность заниматься изучением английского языка и китайского языка. Я считаю, что по современному проекту мы её построили. Вот задача, чтобы с 1 сентября туда наши дети пошли. В свою очередь жители озвучили ряд проблем, возникающих на различных улицах округа, с освещением, тротуарами и дорогами. Отдельно был вынесен вопрос жителей Южного микрорайона. «Проживая в микрорайоне Южный, за городом, насущная тема, такая вопиющая. Мы, знаете, отрезаны от города трассой крымской. И перебраться просто туда, несмотря на то, что пешеходный перепут есть, светлое время суток опасно». Оборудовать переход через эту трассу по закону город не может, так как она находится в краевом подчинении. Но администрация Славянска-на-Кубани эту проблему знает, держит на контроле и выходит с предложениями об оборудовании перехода к обслуживающей организации. Людям в этом районе не хватает и мест для отдыха. «Хотелось бы, чтобы организовали зону отдыха, например, для пенсионеров, для мам с детьми. Сделали какой-нибудь парк, например, вот здесь, возле озера, чтобы население могло выходить, отдыхать, общаться, чтобы было место отдыха. Да, именно в нашем районе». Роман Сенеговский одобрил эту инициативу жителей и отметил, что даст поручение найти территории, где небольшие скверы были бы доступны населению округа. Все прозвучавшие на встрече вопросы поставлены на контроль главы для поэтапного решения. Мария Климова, Игорь Иванович, программа «События».